Жонтонг Анкай Базы. Вайлкаты закажи. Всем привет! Очень такое внезапное видео с ним получается. МАЗ-203! Я не знал что он будет, честно говоря. Блин, поэтому придется в режиме шорса его делать. Звука нет, камер нет, ничего нет. Блин, слушайте, ну что, МАЗ сила на самом деле намного интереснее чем ЛЯЗ, даже 92-й. И расположение, не знаю видно, да видно, расположение сидушечек, прикольное такое все у него. Настолько все продумано, не знаю, почему, но МАЗ мне кажется, среди всех машин большого класса заводов, которые у нас в СНГ, почему-то мне кажется самым крутым. Мазурик, реальная сила. Сзади место очень громадно все расположено. Три сундушки здесь, мотор здесь, отсек здесь, у себя не упирает как у ЛЯЗа. Прикольно, реально прикольно. Я не то что там гоню, но все же. В общем, это у нас МАЗ-23-й трехлетний. Я могу ошибаться на пару лет, может быть там двухлетний, может быть четырехлетний, да? Плюс и минус. Посмотрите, вот эти вот такие приятные, да? Такие уже шелчки наделанные. Дверцы открываются не как, например, у этого СНГ, здесь вот, например, в направляющем, что есть, как уже у китайцев, что-то более грамотно. Направляющие здесь, камеры в салоне. Да, карлики не дотянуться. Ну, как карлики, потому что люди, которые у детского возраста есть, да? Но, в целом, дотянуться можно. Молоточки есть, аудиосистема есть. Не знаю, прям вот все настолько прикольные вот эти детали, вот эти нюансы, да? Вот это вот. Ой, красиво, красиво, массово сила просто, да. Так, утопление, конвектора. Так, давайте печки посчитаем. Конвектор у нас большущий стоит, крючка. Куча, куча, на самом деле, знаете, что она прикольная? Куча вот этих дополнительных крючков. То есть, можно, в принципе, подвесить везде. Конвектор идет, вон лючок, вон лючок. Здесь моторный отсек, вон люк, люк, люк. Тут доступ к печке есть. Реально прикольное освещение. Полностью низко поле, зависимая подвеска, дисковые тормоза. Так, что у нас там по мостам? Мост стоит ZF. Сейчас посмотрим, что с коробкой. Ага. Вот он, глушитель. Топольный фильтр. Гонераторы. Фринштейнов. Дальше, смотрите, что еще самая интересная особенность, да? Эту тему. На Мазах 20-летних, я помню, когда мы шлятами торговали. Здесь открывается-закрывается. Затборник. Здесь где-то в Киргии закрыть к радиатору. Блин, могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это оно и есть. Хотя мы сюда лязом торговали, приезжали инженеры с ляза. Роман, привет. Он такой говорит, о, вот это тема! Да, это реальная тема. Вот он, залив. Вон, видите, какой-то такой, да? Заливать антифриз в наш МАЗ-203. Внешне, да, вот этому внешнему виду этого автобуса уже примерно больше 12 лет. Они самые топовые были, самые первые были. Тут пока еще Волгобасы, Нефазы, Алиазы. Еще шли в такой классической старой такой, так сказать, облицовке, да, и поэтому МАЗ был реально крутой. Конечно, сейчас он уже смотрится не так современно на фоне новых Алиазов и Нефазов, но в целом актуально, в смысле, не потерял. Так, давайте посмотрим на место водителя, пневматическое сиденье. Здесь у нас вот, вот в этой части идет отсек для вещей. Опа! Да, ништяк! Ну, почти все насколько... Вот чем прикольная эта торпеда, да, то, что ты можешь дотягиваться, вот как-то, наверное, на Алиазе я в последний раз ездил, да, ну, это уже, вот этой торпеде уже примерно лет, как говорю, 12, да, ориентировочно, потому что это, когда клубок дотягиваешься спокойно. Единственное, как вот здесь пальчиками, то есть его далеко, ну, в целом, руль удобно. Все видно, все идеально. Хотя, опять же, могу ошибаться, может быть, торпеда, она, ну, более современная. Ну, по клавишам здесь, в принципе, все понятно. Освещение, отопление, все в левой части. Экос у нас есть. Так, это у нас... Так, это у нас лобок, по идее, да, это у нас лобок. Так, в этой части у нас открывание дверей, коробка ВЗФ, смотрите-ка, ВЗФ коробка, настоящий немец стоит. Вот вся информация, она здесь видна, ничего не перекрывается. Это у нас кнопка для аудиоамещания, вот она находится здесь, борода находится здесь. Тланас. Короче, что могу сказать, кабина реально крутая, господа, как ни крути. Конечно, что будет сейчас уже пока непонятно, потому что у МАЗа проблемы с комплектующими сейчас будет двигатель ВИТЧАВИТИ. Какие коробки будут ставить, непонятно, потому что ЗФ не будет, Элисон не будет, ОС не будет. Русских отечественных аналогов у нас пока нет, белорусских нет. Китаяйских, к сожалению, пока тоже нет аналогов в плане коробок. Вот. Вот. Повестимость 30 вместо посадочных, 8 можно поставить колясок, 76 стоящими. То есть машинка задом. Застольник может пассажиров перевезти. Еще раз изменяюсь за качество съемки, но так вот вышли. Спонтанность лучше двух человек. Так. Не знаю, сейчас попробуем открыть, конечно, двигатель, насколько это реально сложившиеся обстоятельства. Пока не ясно. Ох, какой-то звук был. Звук был двигателя открыт. Давай, бежим. Сотру. А, никого нету. Баля. Сбежал от них. Корточки, кстати, вот что, сурма-то бесценная. Это их размер. Они не большие и не маленькие. И стригаются в сторону. Как же это удобно. Еще это показать. Сейчас все закрылось. О, шестяк. О, спасибо. Сегодня у нас 5 марта. Надо ехать в офис, поздравлять девчонок с 8 марта. Поэтому, дамы и господа, всем спасибо за внимание. С наступающим, девушки, 8 марта. Всех причастных. Поэтому с праздником. Ура. Роман турка ЛКТ. Цитадис.